беспроводные там по-моему были или тут или там итак дамы и господа к сожалению я думаю вы где-нибудь тут в квадрате сейчас увидите или после видео увидите как мы с пацанами ходили по магазинам искали где бы найти стенды с беспроводными зарядками чтобы проверить куда нормально подойдет аппарат блоки 9200 но где он будет быстрее заряжаться скажем так у меня не так много зарядок у меня вот 1 2 3 но это две почти одинаковых четыре пятая была у ребенка кстати надо будет у него еще экспортировать попробовать на ней но суть к чему вот эти зарядочки я всем всегда рекомендовал потому что они с вентиляцией а вот еще одна кстати забыл тоже такая есть тоже быстро в ней 22 что ли вата заявлено у меня есть еще сяоми я тоже не достал потому что хотел отматерить дистанционно ладно уж для видео достану ее я вам тоже покажу как бы я много на чем проверял этот гаджет но сейчас расскажу в чем прикол во-первых вот фирменная сяоми зарядочка 20 ватт заявлено к сожалению видите да не 30 первый прикол в россии я не нашел ни одного зарядного устройства беспроводного не для айфона который бы поддерживал 30 ватт а у айфона я думаю вы помните там такая таблетина я даже не знаю можно ли ее сюда пробовать я бы рад спросить у китайцев у них начался отпуск они все ушли на китайский новый год или праздник весны если по другому у них такое двойное название суть какая этот с этим смартфоном от какой бы зарядки я его не запускал единственное к сожалению у меня нет huawei с к фирменной у меня всякие разные pd как называется quick charge 2 ампера 3 ампера там и так далее куда бы ни подключал смартфон подключается начинает заряжаться выключается теряя связь то есть он не подошел по стандартам они не договорились здесь можно добиться того что он будет работать потом секунд 40 и будет все равно реконектить то есть равно стандарт не подходит этот кстати самый быстрый он умудряется выдать 12 вольт и почти 2 ампера это 24 ватта хотя заявлено 20 видимо в этот момент и происходит сбой потому что он завышает выше 20 очки и приплыли так вот вот эти вообще не хотят с ним работать это у нас по моему 10 ватки потому что 15 там 10 или 15 что такое я уже не помню суть в том что они некогда были быстрые на старых смартфонах которые держат 10 ватную зарядочку на них они работают очень даже хорошо эти тоже как бы 10-15 но что-то что это в режиме быстрой зарядки с данным смартфоном работают недолго непродолжительно в режиме обычной зарядки это выдает по моему 800 миллиампер всего писал или 600 этот как его и ампер программа кстати советую программку ампер использовать если вы хотите определить если у вас тоже есть желание есть магазины где есть стенды можете также вместо меня походить просто ставите на зарядку и ампер показывает сколько идет так вот этот выдавал 600 миллиампер в пике то есть когда смартфон почти разряжен и плавненько так падал где-то до 100 200 эти с трудом можно было добиться 100 миллиампер так что я говорю они грубо говоря не работают это единственная зарядка из всех которые у меня есть которая при зарядке выдает хоть сколько-либо нормальный результат то есть она хотя бы идет в плюс потому что то что есть здесь выше половины смартфона зарядить даже сложно эти не заряжают от слова вообще то есть при зарядке от них смартфон еще умудряется разряжаться эти два напоминаю просто переключаются туда-сюда то заряжают быстро то выключается то заряжают быстро то выключаются то есть толку от них тоже просто никакого это же зарядочка с вентилятором то есть она не перегреет смартфон она все-таки работает в плюс хоть и медленно она выглядит прикольно и так далее то есть короче это единственная зарядка из тех которые у меня есть которые заряжает приемлемо остается поговорить вот про данную зарядку она с легкостью выдает 10 ватт connected сразу реконектов не существует заряжается ну так относительно нормально но здесь нет вентилятора получается перегрев всего блока то есть при зарядке смартфон греется лежа на этой пластинке он соответственно греет верхний корпус самого зарядного плюс еще сами мозги этой коробочки внутри тоже начинают греться и получается полный перегрев и кабздец здесь как вы видите хотя бы пол ампера держит даже тогда когда у нас больше половины заряд то есть при разряде в полную он выдает 600-800 видел разгон до 900 я не знаю с чем это связано может быть с тем что экран был почти погашен или интернет выключен или еще что-то я не знаю но суть в том что выше 1 ампера он все равно не перешел вот видите да я отключил интернет он стал немножко быстрее брать такой вот умный смартфон то есть если вы его используете он соответственно не хочет перегреваться и он уменьшает ток заряда сейчас попробуем яркость убрать может быть еще добавит но суть какая я пока в поиске бюджет у меня пока небольшой чтобы скупить все а на алиэкспрессе те зарядки которые заявлены 30 ватт у нас делится на две категории либо полный шлаг который стоимостью там 300 400 рублей плюс 100 рублей доставка который без вентилятора без ничего и смартфон думаю сожжет если зарядить его буквально на половину заряда то есть два с половиной первого влешь я думаю смартфон уже сгорит или аппаратики которые стоят от полутора до шести тысяч это извините уже денежки поэтому поэтому я попробую все-таки постараться найти где-то в магазине тестовые образцы которые можно проверить перед покупкой и желательно чтобы они были все-таки 30 а может быть даже больше ватт и если это будет работать и обязательно обязуюсь купить ее на тесты она человечески стоит и если я подтвержу что с ней проблем нет вот тогда я уже выпущу видео где буду рекомендовать ту зарядочку к использованию с данной модели смартфона а так еще раз пока более менее приемлемая только вот это кто не помнит я ее купил в интернете к сожалению на нее буквально через там две недели что ли прекратились продажи потому что то ли она закончилась то ли они переделались на другой модель и она стала называться по-другому и продаваться под видом другого лота поэтому к сожалению я даже не уверен что я смогу вам дать на нее ссылку но еще раз повторю как только я найду какое-то хорошее устройство соответственно сразу же на канале выйдет видео где я расскажу и покажу и скажу где ее купить пока но вот все чем смог но 700 миллиампер поверьте это немного это грубо говоря один ампер вылетает по проводу кстати это можно очень даже проверить вот сейчас тысячу видим и офигеваем господа ты чё повезло что ли прикольно в процессе видео мы увидели максимум который может выдать эта штучка тысячи это уже серьезно господа реки она исправилась она горит я хочу быть лучшей я хочу чтобы мной все пользовались и смотрите что мы здесь наблюдаем то есть она потребляет сейчас 2 и 3 ампера из них 1000 миллиампер на смартфон доходит по беспроводной ну кпд сами знаете не очень большой плюс тут идет пересчет на вольтаж самого аккумулятора но суть в чем вот на 1000 этот смартфон зарядиться уже быстро это значит сейчас у меня произошел правильный коннект и если он сейчас не ребут нет еще в течение 30 секунд терра минуты значит он так свободно будет заряжаться и тогда тем более получается что это самая лучшая зарядка если не быть голословным я сейчас под финалочку покажу как у нас происходит реконект с другими зарядками в частности это сервис хуавей да вот сейчас ним покажу и рядом у нас сяоми на нему тоже переключим и не хочу никакой фигни вот пошел заряд сейчас покажет хорошие данные если успеет если не успеет произойдет реконект вот 1160 1580 1900 то есть так все зашибись зарядка пошла опа реконект и вот такими реконектами по кусочкам я думаю мы просто угробим аккумулятор если это будет по постоянке ведь он даже обратно не хочет подключаться он типа сказал слишком много хопанул до свидания я не с вами сейчас пробуем подключить сяоми вот она отрапортовала зеленым огоньком ставим смартфон там идет сразу 12 вольт 2 ампера здесь сейчас пойдет заряд и реконект поняли то что это чуть подольше это чуть меньше но вот как то так ну а с этими ребятами я уже сказал вообще грубо говоря заряд не идет поэтому даже не стоит париться так что на данный момент если вы найдете найдете где-то именно эту зарядочку от которой у нас в правом верхнем углу получается что она пока является лучшим вариантом на всем что у меня есть это что я пока тестировал но единственное осталось то что у ребенка беспроводная зарядочка стопы есть еще блэковская пауза но сразу скажу блэковская она у нас невысокотехнологичная была она была всего 10 ватт поэтому большого мы от нее в принципе не ждем но смотрим кладем смартфон а во первых с пд она вообще получается не работает это я слишком много возомнил о ней ладно так этот выдергиваем отключаем тогда проводочек обычный в quick charge подаем питание она увидела quick charge все-таки и родное и пробуем заряд пошел и смотрим что нам скажет ампер 9 вольт полтора ампера пошло ну просто почему я ее даже не рассматриваю потому что она без вентилятора она будет перегревать смартфон даже если она хорошо будет работать ну вот тысячу она выдает если сейчас реконекта не будет то в принципе по зарядке она заряжает нормально да так же как это на уровне но она без вентилятора и смартфона будет капец просто тупо от перегрева на этой зарядочке почему я даже не доставал у меня уже погорела плата беспроводной зарядки от смартфона ой 9700 или 7 счета 97 до 900 у меня у ребенка был смартфон и это зарядка выдавалась именно ему он спалил буквально за две недели просто перегрев смартфона плата вышла из строя потом нам производитель прислал взамен плату и мы поняли что не стоит на этой зарядке долго заряжать 1360 1310 1230 короче будем колебаться в районе чуть больше тысячи но при этом смартфон будет сильно греться здесь вот справа напоминаю какого нагрева не будет потому что там сзади стоит вентилятор вот от него выходные отверстия и тепло у нас выводится наружу кстати произошел реконект все-таки все-таки смартфон понял что он перегревается и решил послать всех на поэтому видео завершаю еще раз объясню что желательно бы беспроводные зарядки чтобы были с дополнительным охлаждением или например в машине если то вешайте куда-то где у вас дополнительный источник продувания идет если дома то желательно бы с вентилятором и желательно такой который пойдет без сбоя пока только вот это 10 или 15 ватт что-то в этом роде больше пока к сожалению ни одной подошедшей я не нашел поэтому всем спасибо всем покеда если кому интересно смотрим все-таки коротко видосик как мы гуляли искали зарядки беспроводные там по моему были или тут или там или больше нету выставленных не это не тоники меня интересует хорошо хотя бы отдельно набор я просто тут иногда за копейки с покупал беспроводные но сейчас что тут нифига себе копейки беспроводные три штуки я и говорю две штуки три штуки 15 ватт мало тем более этот эппловский у нас не эппловский стандарт короче у них больше стенды нету да или в этом филиале мало места мы в другом филиале с тобой были это где-то в центре и там их было много и мы тыркали а тут по ходу стендов нет ладно пункт номер два я здесь где где а это сколько мощность 9 ватт это несерьезно но значит сам видео облом вторая попытка эльдорад одесса шка саш значит пошли с конкурентом якобы на самом деле та же фирма стендов с беспроводными больше не обнаружено но я чую что здесь тоже этого не будет мне так кажется никита это все не то сами они по ходу вот это опять айфоновский стандарт это не то а вот беспроводные отдельно и понятно всех паков упаковку чтобы не проверить было чего они поэтому тут все и гробятся постепенно 10 ватт мало 10 20 а это два по 10 не пойдет надо 30 одним все слабенько 5 10 15 фиг тебе называется по поводу детских вот детские наушники они все большие как ты видишь а там все как раз взрослые и вон аналог твоего это аналог их многие фирмы делают изделия сделанная также но другой фирмой называется аналог короче все не то догадался расстегнуться молодец я понимаю но это фигня мне больше наши прикалываются л джиха сделали которые как обои тоненькие на стену крепится а этот лишь толщину имеет а л джихи сделали игры вообще просто как обои так и называется телевизор обои или как-то так или телевизор стена суть какая мари все что есть прямоугольный пластина толщина вот такой а посередине вот такого размера квадратик и все то есть единственное место которое нужно это квадратик люди как делают в стене ниша вот такого размера и все закрывается этим телевизором получается просто как рисунок на стене а кстати видишь который ты выкинуть не давал между прочим этот уже тоже чуть потоньше так вспомнил еще лампы бывают зарядками и 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 Саш, иди сюда. Так, а вон LG-хи, кстати, отдельно у них. Тебе его сунуть некуда. Но уже близко к тому. Суть вот. Посмотри сверху, вот сюда. Верхняя часть. Вот суть та же. Только, представляешь, там огромная, во всю стену, а коробочка та же. Что, ты думаешь, что-то что-то включат? Разбежался, сейчас демка идет. Просто показать качество экрана. Саш, поклади в зад. Ну, вижу, ну, видишь, он выключен. Поклади. Девять секунд. Ну, я говорю, демка идет. Видишь, насколько качество хорошее? Как качество и калит качество. С камерами на бортках. Естественно. А вдруг они ничего не боятся камеру уронить с башни? На то и экшн-камера. Если потеряет, значит, потеряет. Можно наглядывать. И вот, пожалуйста, 200 штук всего. По сравнению с тем, 600. 200 в три раза дешевле. А вот это уже доступно легко. Вот за 80 штук купить несложно. Ну, потому и стоит сразу 250. Хотя и здесь, знаешь, тоже. Никит, иди сюда. Чем тебя вот это не устраивает? Кстати, Павел, как думаешь? Кстати, возвращаются 3D без очков. Начали ноутбуки делать даже. С экранами 3D без очков. Кстати, вопрос. А ты не знаешь, какой же лекарь легче всего ломать? То есть, этих вот. Да сейчас не приставаешь. Да сейчас все сломали. И в интернете есть инструкция. Да, они все поначалу не ломаемые. Да, они все поначалу не ломаемые. А подиная, посмотри. Реклама, блин. Это Sony. У них там много есть все-таки. Да, естественно. Это видео даже отрендерено неверно. Ну и что? Все равно красиво. О! 46 тысяч. С одной зарплаты шлеп и все. И такая дура. Только куда вешать? Мы там пробовали. У нас никуда. О! Кстати, а толщина у него как? Он по 30. Стоп, 30? Еще дешевле? И 4К. Ну вот. И все с этой пристроены. А нет, это я. Со смартом. Да смарт просто у него. Сашка, ее помой. 30 штук всего. Никита, ц. С. С есть. То есть наша кабельная поддерживается. И всего 30 штук. Операционная система Яндекс.ТВ. Ну вот это, конечно, не очень хорошо. Его может со временем загрузить. Придется вот переэто. Забрасывать короче. Нет, забрасывать. Как вы видите. Большие. Они не большие. Они меньше. Тех два раза. Как вы видите. Фиг вам они беспроводные зарядки на 30 ватт. Максимум 15 ваттные. И больше нет. Вот 15. Больше 15 я чуть не наблюдаю. Папа, смотри, что я нашел. Никит, положи на место. Саша на научнике нашла. Да и цену посмотри. Саша загордится. Саша там. Примерно ломаем его железо. Примерно ломаем его железо. Подпишись на наш канал. Примерно ломаем его железо. Продолжение следует...